Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу как замерить компрессию поршневой системы на автомобиле с помощью такого компрессометра. Двигатель моего автомобиля начал троить, поэтому первым делом необходимо проверить искру и наличие хорошей компрессии в цилиндрах, что я сейчас и сделаю. Компрессометры бывают для дизельных и бензиновых двигателей. Мой компрессометр фирмы Интертул для бензиновых двигателей. Стоит у недорого около 400 гривен, но вещь в домашнем хозяйстве очень полезная. Мой автомобиль марки Славута, но принцип замера компрессии на всех автомобилях одинаковый. Сейчас посмотрим, что уходит в комплект компрессометра этой фирмы. Здесь есть инструкция по эксплуатации на украинском и русском языке, сам компрессометр и два переходника для замера компрессии всевозможных двигателей в зависимости от диаметра свечи. На компрессометре шкала выполнена в двух из единицах измерения. Это бары и килопаскали. Также есть кнопка сброса давления после проверки и снимается вот такая шланга, как на обычных компрессорах. В первую очередь на двигателе необходимо добраться до свечей зажигания. У меня для этого нужно снять воздушный фильтр. Вот, все свечи зажигания уже доступны. Затем необходимо открутить свечу на одном из цилиндров. Сразу все свечи выкручивать не надо, чтобы не было нагрузки на катушку зажигания или трамплер. Видно, что свеча сухая, но имеет небольшой нагар сажи. Затем от компрессометра отсоединяем шланг для удобства прикручивания. И прикручиваем этот переходник вместо свечи зажигания. После этого необходимо отключить бензонасос путем вынимания предохранителя или реле. У меня реле находится в моторном отсеке и расположено здесь сбоку. Я его вынимаю и теперь бензонасос не будет запускаться. Теперь подсоединяем манометр к шланге компрессометра и провернем стартер несколько раз. Как видите, давление в цилиндре сейчас 7 атмосфер, а должно быть не меньше 8. Сейчас прогреем двигатель и проверим, насколько поменяется компрессия в этом цилиндре. Вот двигатель прогрелся до рабочей температуры и проверим компрессию еще раз. Сбрасываем показания давления и подключаем еще один раз. Как видите, давление поднялось до 8 атмосфер, что является нормой. И так сделаем со всеми цилиндрами. Низкая компрессия намного больше, уже почти 10 атмосфер. В третьем цилиндре 9 атмосфер, что тоже является нормой. В четвертом цилиндре тоже 9 атмосфер, что является нормой. Таким образом, проверка показала, что самое низкое давление компрессии в первом цилиндре, но еще не критично, еще поездим. Я буду искать проблему в другой поломке. С компрессией все в порядке. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками проверить компрессию на двигатель автомобиля с помощью компрессометра. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok